Добрый день дорогие друзья с вами архивная революция и я Михаил Тимин сегодня у нас в гостях военный историк Виталий Горбач Виталий приветствую приветствую сегодня мы решили продолжить с тобой операцию Кутузов да мы сегодня поговорим про вторую неделю боевых действий с 19 по 25 июля остановились мы на том что продвижение наше войск 3 и 63 армии в районе Мценском в районе Орла так называемая Орловском-Мценская операция составила за неделю приблизительно где-то 22 километра максимум было приостановлено на этом участке наше командование решило вести в действие третью гвардейскую танковую армию и выполнить те задачи которые не удалось выполнить при помощи первого гвардейского танкового корпуса 61 армия в районе Болхова вышла на непосредственно на подступы к Болхову но обойти Болхов с востока и выйти на коммуникацию между Болховым и Орлом также не удалось здесь основное основные так сказать усилия были предприняты в полосе 46 стрелкового корпуса который собственно говоря и с 22 числа завязал бои непосредственно за сам Болхов напомню что наиболее успешное продвижение наших частей это наступление войск 11 гвардейской армии имела большой успех 70 километров было пройдено вышли в район Болхова но не могли перерезать дорогу Болхов-Орел и вышли в район Хатынец но тут действиями массированные немецкой авиации и к сожалению отсутствие взаимодействия между нашими танками и нашей авиацией оно привело к тому что темпы были потеряны наступление немцы успели подвести несколько танковых моторизированы моторизованных дивизий и фактически цементировать свою оборону вот поэтому сегодня мы рассмотрим вторую вторые 7 дней как я уже сказал с 19 по 25 июля они характеризуются тем что на фронте 3 63 армии был введен в действие 3 гвардейская танковая армия и в полосе 11 гвардейской армии велись достаточно упорные наступательные оборонительные бои сначала поговорим о наступлении 3 гвардейской танковой армии поскольку это такое основное событие напомню что 3 гвардейская танковая армия командующей генерал рыбалка была передана 14 июля армия была укомплектована почти полностью свыше 700 танков и самоходных установок имела но ей понадобилось какое-то время для того чтобы перебазироваться на значит расположение брянского фронта где-то к 18 она была значит сконцентрирована и 19 началось наступление основным направлением удара был район становой колодец то есть это населенный пункт юга восточнее орла почему основной удар направлялся сюда потому что в это время успешно развивалось наступление 48 армии романенко центрального фронта и в общем то было очевидно что при успехе мы можем резовать тот план который был изначально обойти орел с юга и поставить немецкую группировку под угрозу окружения я имею ввиду немецкую группировку восточнее орла наступление 3 гвардейской танковой армии началось 19 июля предварял его удар 106 бомбардировщиков это второй раз когда был использован 2 бомбардировочный корпус который подчинялся непосредственно новикову как мы уже говорили первый раз корпус используется при ударе по нарышкина и вот здесь при прорыве обороны использовалась и 113 бомбардировочная дивизия порядка свыше 40 самолетов вылетов и около 60 самолетов вылетов совершила второй бомбардировочный авиакорпус но как часто бывает вот в документах наземных частей картина которые непосредственно прорвали в данном оборону немецкую в частности вот 3 гвардейская танковая армия в них указывается что пехота оборону не прорвала несмотря на артиллерийскую поддержку и значит подготовку артиллерийскую и массированный удар авиации и пришлось прорывать оборону самостоятельно армия наступала двумя танковыми корпусами 12 и 15 и механизированный значит второй механизированный корпус находился во втором эшелоне немцы выполнили против 3 гвардейской танковой армии свыше 1000 самолетов вылетов по оценкам штаба 3 гвардейской танковой армии но в общем то армия за день прошла 12-14 километров и вот остановилась где-то в районе населенного пункта козинка если проводить там фронт вот приблизительно на таком вот уровне то есть она не только не дошла до станового колодца но даже не смогла форсировать реки обтушка обтуха то есть и потери были достаточно большие там в 15 танковом корпусе порядка по моему 40 процентов было только на ходу то есть было много подбитых танков я предлагаю сейчас просто сразу рассмотреть как действовал танковая армия чтобы не терять нити повествования потом уже посмотрим как авиация этому содействовала почему мы так вот ставим вопрос потому что неоднократно в составе брянского фронта 3 гвардейская танковая армия меняла направление своего удара вот значит как мы сказали первый день наступления это наступление в район становой колодец не дошли до реки обтушка остановились в ночь на 20 получает приказ наносить удар в северо-западном направлении содействие войскам 3 армии значит но 3 армия у нас активно действовала и вот значит соответственно два корпуса 2 механизированный 15 танковый разворачиваются и фактически второй день наступления содержание этих боев это перехват дороги муценскорем и выход к реке ака и вот в районе новая слободка был захвачен плацдарм это действие 20 числа в том числе был кстати освобожден и войсками 3 армии город муценск в ночь на 21 снова поступает приказ снова развернуть танковую армию снова в район становой колодец вот мы видим что буквально за там два дня несколько раз меняется направление удара естественно армия это большое объединение громоздкая не все могли участвовать соединения в наступлении вот в первом день наступления только два танковых корпуса участвует механизированный был во втором эшелоне во второй день участвует фактически активно только танковый корпус 15 и механизированный корпус на третий день наступления 15 танковый корпус ждет пока подойдут части 3 армии чтобы сдать им участок прорыва одновременно немцы продолжают бомбить наши войска не пускают их на западный берег реки ака не дают переправиться соответственно третий день боев фактически основную тяжесть сложится на 12 танковый корпус боев и только значит 22 числа завязываются бои за золотарева и собаки на населенные пункты где были переправы в районе реки обтушка опять же мы видим ту картину которая вот характерна для все орловской операции любая небольшая даже река где противник успел построить оборону на противоположном берегу является даже для танковой армии серьезной преграды и собственно говоря вот где-то 22 числа нам удается форсировать реку и за два дня боев 22 23 несколько армия продвигается за 2 дня где-то там на 12 километров в общем в район становой колодец но выйти непосредственно подступы не получается то есть армия зависит зависает вот в этом между речи между обтухой обтушкой и командование видя без перспективность этого наступления но решает опять-таки вывести танковые корпуса и нанести удар с юга востока это наступление начинается 25 где-то до 28 числа длится но и там подойдя на два-три километра к становому колодцу захватить его не удается то есть оборона составленная из моторизованных дивизий из восьмой танковой дивизии настолько прочна что танковая армия ничего сделать не может поэтому ее 28 числа передают в состав центрального фронта в итоге вот центральном фронте оказывается две группировки с двумя танковыми армии 3 гвардейская танковая армия действует там уже в составе 48 армии а вторая танковая армия 70 армии вот так завершилась значит наступление 3 гвардейской танковой армии в полосе брянского фронта фактически удалось прорвать оборонительный рубеж по реке олешня но выйти даже вот в северном течение к реке ока даже захватить там плацдармы что создавало давление на орел с севера потом еще мы увидим что третья армия перепа смогла переправиться и создать достаточный плацдарм но вот с юга собственно говоря с окромского направления не войска центрального фронта не войска брянского фронта усиленные танковыми частями добиться существенного успеха не могли к сожалению что касается значит авиации значит тут надо сказать что у нас авиация как сказать действовал массировано только в первые дни операции то есть вот первый день 600 практически 80 самолета вылетов 2 порядка 440 самолета вылетов но это при том что действия ударной авиации были массированы только в первый день порядка 300 вылетов то есть почти половину составила ударная авиация а потом стало резко падать количество вот вылетов штурмовиков и там составляла от 80 до 120 то есть очень малое количество бомбардировщики практически не использовались в то же время у немцев количество самолета вылетов было в среднем около 1000 самолета вылетов ну я имею ввиду ударную авиацию в общем 1400 где-то 1300 вот так они совершали но опять же значительная часть была брошена против одиннадцатой гвардейской армии и сказать о том насколько авиация вот затормозила действия третьей гвардейской танковой армии вот в чем в таком исчислении как количество подбитых танков мы не можем отмечается только повышенная активность немецкой авиации тысячу 1500 самолета вылетов ну то есть какой-то конечно эффект был но такого как допустим в районе 11 гвардейской армии где помним танковые корпуса просто вынуждены были выйти в леса такого не было интересно отметить что у немцев как мы всегда вот большинстве случаев видим основная масса вылетов приходилось на пикирующие бомбардировщики здесь это правило работает только для первого дня то есть порядка 600 60 самолета вылета были выполнили штуки и 240 вылетов двухмоторные бомбардировщики потом это число начинает постепенно выравниваться допустим 21 числа уже 400 самолета вылетов 425 совершают двухмоторные бомбардировщики 406 штуки двухмоторные бомбардировщики повысили активность по всей видимости в том числе из-за плохой погоды то есть для пикирующих бомбардировщиков погодные данные погодные условия играют основополагающую роль и собственно говоря и потери немецких двухмоторных бомбардировщиков выросли если первые два дня было потеряно 7 бомбардировщиков то уже в последующие три дня было потеряно 17 самолетов этого типа наша авиация опять же основным содержанием ее была борьба за господство в воздухе и две основные дивизии вели четвертая гвардейская истребительная 234 они были все уже в первом гвардейском истребительном корпусе 234 дивизию передали в этот корпус но боевой состав этих соединений он был подобен полку то есть у них было порядка там свыше 30 истребителей в каждой поэтому они собой представляли полноценные полки в большей степени вот и четвертая гвардейская истребительная дивизия она вообще и в начале самом орловской операции достаточно большие потери понесла в первые дни и здесь ее боевой состав вот стал сокращаться то есть к вечеру 20 июля у нее уже было не 30 а 22 самолета вечером 21 17 и потом видно ввели в действие опять довели где-то до 21 22 самолетов но потом дивизию уже вывели и до конца июля она находилась на пополнении основной упор воздушных боях был на 234 234 дивизии третья гвардейская истребительная дивизия активно использовалась частности алексей моресев как раз то что написано в повести о настоящем человеке это вот как раз бои с 19 июля когда он спас командира полка соседнего и своего ведомого эти данные прямо прописаны в оперсводках его части то есть это действительно случай который не является фантазией автора 63 гвардейский полк да 63 гвардейский полк дальше что можно сказать о понесенных потерях значит у нас потери первого первые дни боев были в порядке свыше 30 самолетов 19 мы потеряли 34 самолета и 20 31 самолет в основном это были самолеты истребители по 22 23 самолета терялась истребительная авиация штурмовики теряли каждый день приблизительно 10 ну не больше 10 самолетов но учитывая что они использовались не очень активно в принципе уровень потерь был относительно небольшой особенно относительно того что мы видели вот 13 июля мы говорили там 50 штурмовиков было потеряно здесь уровень потерь снизился а с 24 числа когда начала портиться погода это уже счет потерянных самолетов пошел на единицы наши заявки на победы они конечно очень большие то есть мы заявили о двухсот двух сбитых с немецких самолетов за вот эти дни по немецким данным было потеряно 30 самолетов но здесь интересно в чем рассматривать в том что посмотреть какие же на были заявки да то есть вот мы говорим 202 самолета допустим 115 относился только к истребителям 114 фоке вульфов и с 11 мессершмиттов 109 это вот я напомню мы уже говорили о том что в оперсводках основную долю заявок составляют именно одномоторные самолеты тогда как если брать потери бомбардировщиков они куда более реалистично приблизительно где-то в два раза приблизительно немцами за этот период был потеряно вот около 24 бомбардировщиков можно считать в общем и 18 безвозвратно немцы понесли в общем-то и потери в личном составе вот в частности был сбит командир седьмого отряда стг 2 хернер обладатель рыцарского креста вообще вторая эскадра она мы говорили что краус погиб командир третьей группы вообще за время курской битвы если брать в общем у них погибло четыре командира эскадрильи все обладатели рыцарского креста это вот вудка 8 июля погиб шмидт погиб 14 командира восьмого пятого отрядов 17 якель погиб командир второго отряда и вот как мы сказали хернер командир седьмого отряда погиб 23 числа наши потери как я уже сказал начали уменьшаться где-то с 23 числа вот но вот первые два дня все-таки они были существенны 65 самолетов это много для воздушной армии что касается применения птабов здесь успехи были скромные даже по нашим оценкам максимально вот было отмечено что 20 и 21 по 38 танков доложили об уничтожении в дальние все остальные значит не где-то приблизительно по 6 19 от 6 до 19 то есть таких вот атак как мы видели с 15 по 17 июля когда наступала 3 армия вот отражали наши штурмовики контратаки немецкие и активно использовали птабов такого в этом сражении не наблюдается что еще интересно то что немцы достаточно активно использовали свою транспортную авиацию такой момент который обычно выносится за скобки но он достаточно интересен потому что где-то с 21 числа в документах что у воздушного флота начинает отмечаться использование транспортной авиации то есть вот 21 июля 210 самолетов вылетов 22 165 23 200 24 150 то есть вот от 150 до 200 вылетов и что самое интересное есть достаточно много показаний пленных которые говорят о том что в район орла они были переброшены на самолетах я напомню что юнкерс 52 он там порядка 18 человек брал вот можно смотреть если 200 самолетов вылетов по 18 человек ну вот достаточно значительные силы можно было перебросить хотя в общем-то перебрасывались и грузы и люди немцы говорили что они перебрасывали вот пленные до 1000 человек в день то есть для каких-то моментов возможно таких пиковых когда не было людей в определенных на определенных участках фронта это был достаточно действенный способ батальон фактически можно было перебросить а значит вообще даже и больше наша как я уже сказал активность она постепенно спадала но тут надо отметить что наша ночная бомбардировочная авиация она продолжала действовать весьма активно то есть допустим вот свыше 500 самолетов вылетов совершали ночные бомбардировщики в день в ночь да скажем так да и удивительно видеть как вот некоторые дни там допустим дневная авиация совершает 70 100 боевых вылетов а тут порядка четырехсот пятьсот выполняет именно ночная авиация вот поэтому вот в общем результаты этих боев еще надо сказать что когда третья гвардейская танковая армия сосредоточила свои усилия в районе становой колодец сначала они атаковали с северо-востока потом с юго-востока третья армия она форсировала еще в нескольких местах аку и создала плацдарм на котором были части 25 стрелкового корпуса еще 342 стрелковая дивизия и немцы здесь также прикладывали усилия чтобы сдержать наше продвижение отмечается нашими значительные удары пикирующих бомбардировщиков при попытке наших развить наступление но в общем то фактически нашей задачей здесь было сохранить эти плацдармы для будущих действий потому что предполагалось что в скором времени активируется действия в районе болхова если говорить в целом то конечно же задача которую ставили перед третьей гвардейской танковой армии в том объеме в котором от нее ожидали не была выполнена немецкая оборона оказалась достаточно прочная единственное что конечно большим ее успехом являлись действия 20 июля когда удалось прорваться к северному течению реки ока и освободить им ценск и фактически вот эту всю нависающую с северо-восток над орлом территорию освободить вот это то что касается боев начиная с 21 числа в районе стадовой колодец они показали что пробить немецкую оборону хорошо организованную действиями одних танков не получается и действия авиации для этого также не хватало ну вот мы говорили о плацдарме которая создала третья армия северо-восточная орла здесь надо еще также сказать что в это время завязываются бои за болхов 22 23 числа части 46 стрелкового корпуса врываются на улице болхова и фактически немцы предпринимают несколько контратак пытаются выбить частью им это удается но вот в течение практически всего этого периода ведутся ожесточенные бои в самом городе и развязка здесь будет наступить только начиная с 26 июля когда мы будем говорить о начале бариловского сражения тогда немцы решат оставить болхов и в общем то ситуация здесь разрешится именно в этот момент теперь перейдем наверное действиям войск в полосе западного фронта я напомню что мы оставили их в тот момент когда превосходство немецкой авиации а точнее отсутствие взаимодействия танковых частей нашей авиации привело к тому что продвижение первого и двадцать пятого танковых корпусов она резко затормозилась в районе болхова где наступал 5 танковый корпус там уже корпус был выведен из боевой работы на пополнение потому что была выбита матчасть нам удалось захватить населенный пункт руднева но это были практически последние успехи ситуация в полосе первого танкового корпуса она развивалась для нас неудачно начиная вот с 18 числа несмотря на то что в районе реки ракитня танковый корпус переправился и сумел захватить несколько населенных пунктов с 19 немцы начинают наносить контрудары возвращать себе эти населенные пункты наносит удары во фланг и вот самым таким днем становится 20 июля когда в районе ильинского тяжелые потери были понесены первым танковым корпусом пришлось отходить с боями самое главное что даже по истории 20 танкового корпуса следует что за этот день было потеряно 55 единиц техники до 20 числа первый танковый корпус из них 53 танка в общем то напомню что корпус до этого имел порядка 100 единиц техники ну где-то 90 100 там по разному на разные даты фактически на ходу осталось 33 танка и вот обратим внимание что 89 процентов вот этих потерь относятся за счет авиации а вот то есть организовать взаимодействие к сожалению так не лазь я хочу напомнить что были конечно объективные для этого причины потому что как мы говорили второй истребительный корпус он уже имел порядка 50 самолетов фронт на котором действовала первая воздушная армия составил 150 километров к этому времени где-то 23 числа подошла 11 армия федюненского она заняла место между 50 армии болдино и 11 гвардейской армии значит багромяна но как бы она тоже входила так сказать вступала в бой с колес что называется по частям и немцы также предпринимали на ее фронте несколько контрударов часть авиации должна была действовать там в общем-то сил у первой воздушной армии для действия на таком большом участке фронта уже не оставалось вскоре и был передан 11 смешанный корпус но произошло это только 28 числа то есть к сожалению силы наши истощились при том что надо было еще сопровождать штурмовиков то есть эти задачи никто не отменял соответственно и для того чтобы как-то компенсировать вот этот недостаток командир второго истребительного корпуса вот есть документы в фондах 7 гвардейской истребительной дивизии он изменил способ действия авиации то есть он сказал что где-то с 20 числа в большинстве своем истребители вызывались с аэродромов не столько было патрулирования вылетали отдельные группы небольшие которые при обнаружении противника вызывали уже более значительные силы с аэродромов это похоже на немецкую тактику особенно то что мы видели в полосе центрального фронта при когда немцы наступали там эта тактика отмечалась когда пара истребителей фактически выполняли роль пунктов наведения воздушных они обнаруживали группы и хорошее взаимодействие позволяло собирать значительные группы в воздухе уже и атаковать сосредоточенно вот наши собственно говоря применили эту тактику но в том числе конечно из-за больших потерь надо это понимать но для истребительной авиации попытка уйти от вот этого метода патрулирования я бы сказал была всеобщая и первый гвардейский истребительный корпус значит также пытался значит сократить время вот этого патрулирования более адресно вызывать в районы большие группы истребителей второй истребительный корпус мы увидим шестой истребительный корпус в 16 воздушной армии в том числе было связано с применением рлс которые вот снимали с пво курска основной задачей было иметь истребители там где они нужны они целый день утюжить воздух значит выполняя вот этот график патрулирования ну как я уже говорил тут действовал не только первый танковый корпус 25 танковый корпус мы говорили что вот в общем-то ему не удалось немецкого оборону прорвать но 162 бригада действовал немецком тылу так получилось что она прорвала немецкую оборону и оказалась в одиночестве даже захватили железнодорожную станцию хотя нет но долго и удерживать не смогли следующий этап событий здесь наступил двадцатого двадцать первого числа немцы уже сосредоточили значительной силой этой 4 9 18 20 танковые дивизии значит 10 моторизованные там еще пехотные были части ну надо понимать что некоторые дивизии вот 18 20 танковая дивизия судя по документам они сами понесли большие потери то есть это не значит что прибыли новые буквально ценения было достаточно и у немцев потери тем не менее вот эти части они смогли выстроить вдоль дороги орел брянск такой заслон и собственно говоря начали нанесли несколько контрударов в район столбча в частности и в районе узкая потестив наши части то есть они улучшали свои позиции и соответственно вот эти наши ослабленные части они уже не могли сдерживать их соответственно вынуждены были отойти на некоторое расстояние на север то есть ситуация здесь сложилось как во время большинства наступательных операций когда прорывается фронт те силы которых хватает максимально освобождают какую-то территорию до того момента когда противник успеет подвести свои значит подвижные резервы и стабилизировать ситуацию здесь ситуация произошла практически такая же значит надо сказать что потери первой воздушной армии в частности из-за погоды испортившись были относительно небольшие то есть всего двадцать три самолета вот с 19 по 23 это небольшие потери порядка там по шесть самолетов где-то значит по три самолета ну и количество вылетов тоже как я говорил но было небольшое где-то оно снижалось ударная авиация сжал в день 50 самолета вылетов до 150 то есть вот такой диапазон мы видим что он был и для брянского фронта и для западного фронта практически един то есть не очень не очень большое количество самолета вылетов немцы делали больше но они вынуждены были действовать на большем радиусе у меня после перечисления статистики возникает диссонанс короче понимаешь с одной стороны мы говорим что первая воздушная армия несло какие-то вообще смешные потери относительно в определенные периоды по 30 самолетов и меньше там в день да а потом в какой-то момент получается так что нет нет и количество самолетов у них кончилось там вылетов они не делают я как уже говорил здесь вопрос двоякий во первых мы отмечали что практически где-то 40 процентов потери вот второго истребительного корпуса это было там три дня боев с 14 по 17 да вот фронт постоянно расширялся я вот недаром говорил что мы не говорим допустим о действиях в западном направлении где была 11 армия значит не говорим о действиях 50 армии тоже достаточно ну небольших но все эти районы в той или иной мере надо было прикрывать и армия первая воздушная при том что она готовилась к проведению смоленской операции она не могла выделить таких ресурсов то есть там еще надо было добавлять чтобы действовать именно в том ключе в котором прикрыли привыкли наши ввс допустим прикрытия там надо было вводить еще там 8 истребительных авиакорпуса но конечно таких сил не было а то что касается штурмовой авиации значит ну как я уже сказал тут надо смотреть материально-техническое обеспечение но и потери тоже были в общем то стали сказываться понятно что мы отмечали что вот допустим за первый период там порядка 130 самолетов потеряла первая воздушная армия и эти потери тоже накладывали какой-то значит отпечаток на активность да поэтому не совсем правильно было говорить что первая армия воздушная кончилась да что вот называется я не на это накладывалась погода да допустим двадцать четвертого уже началась практически нелетная погода понятно что тут меня в первую очередь это интересует как раз двадцатое число потому что если так говорить это такой некий был бенефис немецкой противотанковой авиации которая собственно первый танковый корпус аннигилировала да и вот уже упоминавшийся в прошлом раз в прошлом ролике статья уважаемых коллег уланова и томзова как раз рассказывает и про этот день ну тут тут единственное что можно сказать что конечно же для нас на мой взгляд применение в таком ключе противотанковой артиллерии а не только противотанковой скажем но и я извиняюсь до авиации да конечно противотанковой авиации и не будем забывать что первый удар был нанесен пикирующим бордировщиками которые практически лишили первый танковый корпус прикрытия с воздуха вот и вот это массированное использование разных родов авиации скажем так оно привело к тому что и отсутствие взаимодействия к тому что у нас практически не осталось выбора да то есть мы вынуждены были либо прекратить наступление либо продолжать наступление при больших потерях танков танков от авиации причем вот самое интересное что допустим в документах первой воздушной армии и в документах есть мать первого танкового корпуса существует ну как бы такая заочная дискуссия то есть допустим документах первого танкового корпуса написано что превосходство было безраздельное только благодаря немецкое действиям немецкой авиации вот мы не могли продвинуться документы первой воздушной армии свидетельствует что командование первого танкового корпуса показала как танки не надо использовать и вот по всему этому как бы видно что был какой-то разбор этой ситуации видно по всей видимости я документов не видел но можно предположить что разбирались в этом почему возникла такая ситуация и каждая из сторон как бы приводит свою аргументацию возможно что первая воздушная армия говорила что уже на таком фронте прикрывать такое количество целей было просто нереально хотя с другой стороны если так по большому это была ось наступления это был выход к танцу это была стратегическая бы победа да и с прерыванием основной единственной фактически серьезной коммуникации и ставила во немецкие войска в районе орла просто под угрозу оперативного окружения поэтому тут очевидно следует что необходимо было прикрывать 1 танковые 25 корпуса очень серьезно и почему этого не было сделано странно насколько я понимаю козлом отпущению этой ситуации был сделан командир первого танкового корпуса да насчет козла не знаю отпущения это не могу сказать такой информации не располагает он был снят да насколько я помню это надо посмотреть я не могу сейчас точно сказать тут вопрос еще заключается в том что судя по мемуарам и вот когда читаешь мемуары по данному эпизоду складывается ощущение что ставка была уверена в том что передача 11 армии федюницкого и 4 танковой армии боданова резко изменит ситуацию в нашу пользу то есть возможно что как бы первый танковый корпус считалось что выполнил свою задачу конечно это был в некотором смысле провал что вот был такое на выпиющий недостаток отсутствия взаимодействия с операцией но не обладая документами высшего порядка скажем так документами ставки сложно полностью сейчас однозначно сказать как виделась эта ситуация здесь уже конечно предмет для тех кто может быть будет изучать операцию кутузов ну на высоком уровне на высоком уровне на новом уровне потому что надо смотреть как эта ситуация виделась с верхнего уровня и с нижнего уровня на нижнем уровне конечно в это был провал да прямо скажем но так эта ситуация сложилась что еще можно сказать вот кстати наша авиация 21 числа когда немцы начали наступать достаточно активировала свою боевую работу если двадцатого числа штурмовики первой воздушной армии выполняли 68 самолетов вылетов то 21 22 когда немцы вот нанесли эти удары вдоль дороги хатыньец орел был совершен на 200 и 142 самолета вылета и в частности отличилась 224 дивизия вот она использовала порядка 4800 птабов 775 фугасных авиабомб и в общем-то заявили об уничтожении 56 танков и порядка 130 автомобилей то есть и благодаря им в частности удалось в значительной степени сдержать немецкие контрудары то есть мы видим что наша авиация могла оказывать значит влияние на ход событий но не в том масштабе в котором может быть хотелось нам сама вот эта ситуация то что мы перебрасывали резервы она уже показывает что командование понимала что силы наши тех частей которые вели бои неделю они уже подошли к своему пределу то есть я думаю что эту ситуацию надо видеть двояко с одной стороны и недостатки вот эти вопиющие отсутствие взаимодействия и в то же время попытки как-то пополнить эту группировку и повернуть ситуацию по крайней мере до подхода резервов хотя бы продержаться и уже использовать вновь прибывшие армии для развития успеха это мы кстати увидим когда будем говорить про бариловское сражение оно непосредственно связано вот с этими с этим эпизодом еще надо сказать что немцы достаточно активно использовали в районе железнодорожной ветки свои бронепоезда да были такие вот эпизоды да несколько эпизодов было связано с боями штурмовиков с этими значит бронепоездами один два из них по моему были повреждены значит значительно один удалось полностью уничтожить чем так интересно описывалось что наши штурмовики значит не будучи уверенным в том что действительно бронепоезд достаточно долгое время производили ложные атаки пока немцы не выдержали не расчехлили орудий не открыли огонь после этого уже был уничтожен этот бронепоезд значит но это такой эпизод не часто можно встретить про бронепроезда но здесь вот они приняли свое участие собственно говоря и 231 дивизия так же когда есть 24 она тоже принимала участие в отражении немецких ударов и тоже кстати было отмечено 21 22 июля на несколько весьма эффективных вылетов вот в частности четыре шестерки где-то в течение часа буквально утюжили один район в полосе немецкого наступления позволили нашим войскам сдержать противника то есть вот мы видим что действия 24 штурмовиков в чтении часа позволяли достаточно разрядить обстановку для наземных войск такая была ситуация то есть фактически если смотреть на весь этот период как я уже сказал это успех нашей третьей гвардейской танковой армии в районе ака им ценска не удалось пробить оборону в районе становой колодец немцам удалось стабилизировать фронт от карачева до болхова и даже нанести контрудары уже с 26 июля несколько может быть забегая вперед вот в районе юрьева в районе алисова оказалась моторизованная дивизия великая германия переброшена из-под белгорода очень мощные соединения мощнее чем многие танковые дивизии они также здесь потеснили наши части в частности вот заняли алисова где-то 23 25 числа были достаточно ожесточенные бои то есть эта дивизия она как бы встала в ряд вот с остальными немецкими дивизиями создав такой заслон для наших частей значит что говорить по потерям за вторую неделю боев наши потери снизились вот где-то порядка 195 самолетов было потеряно за первую неделю я напомню 381 самолет то есть если говорить по процентам мы отговорили приблизительно 38 36 процентов от потерь во всей операции кутузов это была первая неделя вторая неделя приблизительно 19 20 процентов потери и для немцев кстати то же самое опять же вот это процентное соотношение потери от операции так сказать вот по отношению к данному периоду она тоже составляет приблизительно там 19 20 процентов значит немецкие потери можно по-разному читать по дневнику лифтвафф это 40 самолетов потеряно если брать с поврежденным выше 40 процентов приблизительно 79 самолетов всего же порядка 115 самолетов было значит потеряно еще одним важным моментом надо отметить что завязались бои за болхов вот мы надо добавить к тому что мы сказали то есть непосредственно бои велись уже в самом городе соответственно развитие этой ситуации и окончания операции кутузов мы увидим уже когда начнем рассматривать 3 теперь вот он начинается с 26 июля с бариловского сражения и заканчивается соответственно 18 августа уже так сказать окончание операции самой кутузов и выдавливание немцев с орловского плацдарма понятно ну тут пару ремарок тоже хочется отметить это первое то что мы в прошлом ролике говорили в конце то что когда так сказать у нас знатоки любители истории задают риторический вопрос как же так вот мы все время несли большие потери немцы действовали более эффективно но каким-то образом чудесным в конце концов мы оказались красная армия советская армия оказалась в берлине вермухт был разгромлен да всегда вот забывают вот к сожалению вот это вот возможность невозможность то есть а то те решения ставки генштаба и иосифа сиреновича сталина которые постоянно наращивали накапливали резервы которые всегда могли бросить в бой пару фронтов несколько армий в том числе там танковых армий да и что произошло собственно говоря в операции кутузов пока там немцы пытались прорваться к белгороду мы тут вводим бой в два фронта потом вводим бои две танковые армии и то есть так сказать и это не были сняты части откуда-то это были резервы а то что мы видим то что ты говорил это не перебросили сюда несколько танковых дивизий потом от великую германию то что ты сказал это же все части были которые только что участвовали в цистадель то есть они для того чтобы парировать удар соответственно брянского и особенно западного фронта вынуждены были демонтировать свои как северную так потом и южные группировки собственно говоря но то что мы говорили что орловская дуга в принципе она если вот смотреть те события которые мы сейчас рассматриваем она в уменьшенном масштабе если уменьшить масштабирование то все что потом произошло в целом на советско-германском фронте немцы сделали ставку на летний блицкрик и проиграли из-за отсутствия ресурсов собственно говоря в этом и заключается суть ситуации мы хотя и не имели может быть таких подготовленных частей и танковой части у нас были не так хорошо может быть подготовленная авиация но тем не менее ресурс количество ресурсов в масштабах всего фронта оно позволило ситуацию в конце концов склонить свою пользу а потом собственно говоря и части наши подтягивались по уже по мере получения боевого опыта но по-другому по-другому в то время действовать было невозможно совершенно верно ну и вторая ремарка это все-таки по поводу самих авиационных частей как 15 так и первые воздушных армии да вот то что мы опять же говорили про потери про эффективность то что вот опять же обрати внимание на мой взгляд вот 15 воздушная армия судя по всему считала свои потери более адекватно скажем так чем первая я все же я я полагаю и это опять же говорит о том что потери сложно почитать советской стороны почему потому что ты перечисляешь потери там 190 самолетов да и при этом катастрофически падает количество боевых вылетов ну понятно что там погода повлияла но если мы смотрим на немцев у них нет такого катастрофического падения у них концентрация была в общем то вокруг орла им деваться было некуда у них практически была точка приложения вот не дать нашим во-первых выйти на дорогу орел брянск в районе хаттенса они выстроили эту линию вдоль наступления фронта 11 гвардии еврейской армии и они собственно говоря наносили удары в районе значит реки ока не давая прорвать вот здесь оборону то есть много понятно у немцев на других участках фронта там вообще они могли не применять авиацию вообще да фактически это были несколько точек которые как бы были основные болевые где немцы можно сказать стерегли наши войска и при первой активности они же не целыми днями там бомбили перепахивали поля естественно они развивали свою активность именно в тот момент когда что кстати отвечается вот в документах наших наземных частей очень часто пишется как только мы активируемся активируется немецкая авиация только мы так сказать затихаем наши войска приходят к обороне немецкая авиация перестает действовать то есть это вот такой характерный момент это понятно но я еще раз говорю очень характерные показатели то что количество вылетов немецкой авиации не практически не уменьшается количество советской вылетов советской очень сильно проседает это говорит о том что конечно тяжелые потери которые понесли в первую неделю и 15 особенно армия и первое воздушное они дали о себе знать и вот то что мы о чем мы говорим мы просто не знаем сколько поврежденных самолетов было у ну то есть мы знаем частично допустим вот ты говорил про второе авиакорпус что у них там концу первой недели там очень небольшое количество боеспособа и готовых каждый день истребитель осталось да и про 15 воздушная армия то что ты говорил что одну из истребительных дивизий просто вывели из-за потерь 2 там 234 дивизии тоже там мне 30 самолетов осталось ну то есть это опять же говорит о том что очень сложно подсчитать потери это должны быть специальные серьезные исследования комплексные работы и все же все же мы должны констатировать что вот за неделю боев очень тяжелые потери принесла советская авиация до конца мы это не можем понять из-за того что мы по немцам мы хотя бы примерно можем понять что с поврежденными столько то у них было а по нашим мы не можем понять и вот эта цифра она не не окончательно я бы хотел отметить что у немцев тоже в общем то вот мы смотрим допустим 40 по дневнику потери да и 79 это вот 40 процентами то есть тут конечно еще такие исследования понятно что немцы используя авиацию более интенсивно и мы собственно говоря не знаем сколько самолетов совершали эти вот самолета вылета да то есть безусловно это как бы дело отдельного исследования и именно по динамике наличия части в частях самолетов вот здесь же мы говорим о общем развитии ситуации и как авиация проявляла себя в тот или иной момент именно в ключевые моменты вот говоря о наземном сражении мы акцентируем внимание именно на тех точках где авиация сыграла вот как в районе наступления допустим первого танкового корпуса так сказать основополагающую роль вот но в то же время замечаем что и первого танкового корпуса допустим не было средства уже пво для защиты то есть практически это были как мишени на поле боя для авиации но и отметим что основные то успехи и немецкой что характерно советской авиации не при прорыве статичной обороны подготовлены а именно под действием частей которые фактически наступают в чистом да мы это видели и вот с немецкой еще даже когда говорили про оборонительную операцию вот там когда допустим части 6 гвардейской армии отходили основные потери от авиации понесли именно уже незащищенные части да фактически и вот мы видели как наша авиация штурмовая блокирует районы ну и собственно то что мы говорили про операцию багратион допустим да если брать перспективе когда практически наша штурмовая авиация не позволяла немцам передвигаться по дорогам и не давая им передвигаться мы фактически развязали руки своим наземным войскам большинство немецких частей практически попала в плен то есть да это общая тенденция конечно ну спасибо большое я надеюсь ты нам до конца в следующий раз да да скажем уже до последнего спасибо всего хорошего до новых встреч